Война микробов в человеке не утихает ни на минуту. Вредные бактерии против полезных. Они живут своей социальной жизнью. По мнению Елены Ивановой, если организм функционирует нормально, то больному не нужны антибиотики. Инфекцию могут притормозить собственные бактерии человека. И оренбургские ученые знают, как с ними можно договориться. Конечно же, здесь важно найти необходимые подходы для коррекции. Прежде всего, для начала это профилактики состояний, которые могут потом быть основой для развития различных заболеваний. Ее авторские разработки уже не раз оценивали на всероссийских и международных форумах. На основе докторской работы Елены Ивановой создан новый препарат. Он помогает не только беречь бифидобактерии в организме, но и пополняет их запас. Результаты этих исследований, которые были проведены, позволили выделить ряд уникальных штаммов, которые на сегодняшний день апробируются и показаны их эффективность при ряде состояний. На разработку нового препарата ушло несколько месяцев. Уже совсем скоро он выйдет в свет, а пока проходит последнее тестирование. Сегодня Елена Иванова не только сама открывает мир микробиологии, но и помогает сделать это другим. Преподает в университете. Своё слово в развитии российской науки сказали женщины из Оренбургского государственного университета. Что такое плохое настроение и как с ним бороться? Стоит лишь повысить уровень выработки одной молекулы. Совместное влияние магнитного поля и магнитного изотопа магния увеличивает АТФ. АТФ – это самая энергетическая молекула – аденозин-трифосфат. В моих исследованиях я получила, что если мы возьмем определенное магнитное поле постоянно, это 70 млтс, и возьмем магнитный изотоп магния, и в бактериях выход АТФ значительно увеличивается. На это исследование у девушки ушло почти два года. Пока опыты на бактериях и водорослях. Если все испытания пройдут успешно, а в недалеком будущем мы сможем забыть фразу «плохое настроение». Анастасия Кубатка, Константин Воробьев. Новости дня.